У Мирби снова вышел новый ролик, он радует тем, что выпускает видосики чаще, мои зимние истории 2. Его смотрите и не забывайте подписываться на инстаграм и на второй канал, ссылочки если что в описании. Поехали! ...словил себя на мысли, что мне в любое время года хочется делать видео именно про зиму, потому что воспоминания зимой почему-то теплее. Именно поэтому я сегодня расскажу вам про нашу горку. И вот чё как. Ты разве раньше носил очки? Это я. Я, я просто не могу поверить, что ты вот стола здесь, и напизял. Погнал. Итак, в нашем поселке было две горки, и если что, речь не идет про эти ваши детские горки изо льда, а про настоящие мужские склоны. Мужские? Да, мужские. Прям мужские? Да, для настоящих мужиков, которые ничего не боятся и всегда. Ня. Оу. Аня, шейфов, у нас тебя заиграетесь. Всё, шутки в сторону. Так сделай тише. У нас было две горки в поселке возле меня и моего друга. И самая крутая горка была у моего друга. Сравнивать популярность моей горки и его, моя была ну... Ребята, нам не нужна горка, да? Да! Ребята, вы слышали? Что? На той горке есть заброшенный дождь, беседка, шалаш с костром и замерзшая речка. Ребята, подтолкните меня! Ребята! Эх, сочувствую, Лебби. Я аж сам не поеду. Как я сам-то поеду? Я чё, дурак? Я аж сам не тронусь как-то так. Моя горка была отстойной. Причём она ещё и была чертовски опасной. Я не знаю, о чём мы думали, когда сделали из дороги, по которой едят машины, горку. В любой момент из-за поворота могла быть машина или быстро несущийся мотоциклист. Тут либо повезёт, либо нет. Благо, я жил в посёлке городского типа, где вообще практически не было людей. Но чёрт, я точно помню момент в своей жизни, когда я с неё скатывался на скейте и чуть не попал под машину. Откуда ты там? Благо, я отпрыгнул, а скейт проехался под машиной. Я идиот. Жёстко. Ладно, перейдём к весёлому. Что ж, как я и сказал, моя горка не обладала стольким количеством развлечений. Поэтому зачастую мы ходили на спуск к реке у моего друга. И вот здесь начинаются интересности. Во-первых, это была прям точка собрания всех. Я мог идти в магазин за хлебом, посмотреть на горку и без проблем понять, что мои друзья вышли на улицу. И ещё то, что они меня не позвали, так я чё-то не понял, блин. Все жили примерно рядом с ней, но не я. Поэтому наши встречи иногда выглядели вот так. Мам, я пошёл. Пока. Жесть. Ну что, покатаемся? Знаешь, мы уже накатались. Ааа, сочувствую. Ааа, сочувствую. Серёжка. Как всё достало? Женя, ты сходила в магазин? Мы катались буквально на всём, что скользило. Санки. А это Жиза. Ну... Вообще, наверное, для вас просто звучит это странно, но детвора в основном всегда собиралась с соседних дворов именно в моём дворе. И, типа, я до сих пор не понимаю, почему так происходило, поэтому нет. Для меня это не Жиза. Насчёт магазина это Жиза. Кстати, он, наверное, про магазин спрашивал. Ааа. Коробки. Железные подносы. Снегопады. На ногах, на жопе. Сноуборды. Что? Сноуборд. Кстати, хотите узнать, что это за сноуборд? С кем ты разговариваешь? В будущем я стану видеоблогером. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мы делали из наших скейтов сноуборды. Мне кажется, это делали многие, потому что... Неужели никто не догадался? Сноуборды стоили невероятно больших денег. Помню, как-то я даже заходил и смотрел, а потом выходил и пел. Дайте, дайте денег, знаешь. Дайте, дайте денег, ага. Что ж ты тут такая? Это что ли? Отдай, что ли, отдай. Отдай мне, отдай мне, отдай мне. Мы просто откручивали колесики от скейта и катались. Опыт, конечно, так себе. Если ты удержался на нем хотя бы 10 метров, ты красавчик. Ну а самыми опасными были, наверное, санки. Знаете, у меня никогда не было санок, саней. У меня такие были в детстве. Я не особо-то и хохотел, потому что как-то раз один парень съехал с этой горки на санях головой вперед и оторвал себе ноготь на пальцы. Он развил настолько быструю скорость, что он зацепился за забор и каким-то образом содрал его с корнями. Это было ужасно. А вот такая вот горка в нашем поселке. На самом деле, эта горка для меня действительно легендарная. Там столько всего было. Сейчас я замечаю, что подобного нет. В прошлый раз, когда я приехал в свою деревню, я понял, что здесь никого нету и никто ничего не делает на улице. Наверное, я могу пожаловаться на это, что сейчас все иначе, но нет. Это круто! И было бы, наверное, лучше, если бы я потратил это время, например, на какое-нибудь рисование и не рисовал бы для вас так криво. Извините. Так что не спускайте ваше время в никуда, но иногда катайтесь на горке. Дельный совет. Прекрасная мораль, Женя, мораль прекрасная! И не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и колокольчик. Пау! Пока. Мой лучший друг, это Генни Бул. Мой лучший друг. Блин, очень топовая анимация. И... Ооо, это офигенно, честно. Анимации Мирби у них вот как-то... Наверное, сейчас странно произвучит своя энергетика. Боже мой, о чем я вообще говорю? Свое настроение какое-то у самих анимаций. Когда вот ты их смотришь, чем-то таким заряжаешься. Ну, типа, блин, круто. Крутые ощущения. И так происходит с каждым аниматором. Но с Мирби вот у меня иногда что-то такое особенное бывает. Такое же бывает с Вэл. Ну, блин, это очень круто. Я люблю анимации Мирби. Вэл. Вэл.